Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Депутаты Тверской городской думы одобрили передачу территории, которая сейчас занимает ПТП, то есть от того самого парка на улице Шишкова, видение будущего оператора, который будет проводить, осуществлять транспортные перевозки в Твери и Калининском районе. Все мы знаем, что грядет реформа с февраля будущего года, по крайней мере, такие данные называются. Будет некий единый оператор, который будет заниматься общественным транспортом, опять-таки, как говорят, Тверской агломерацией. Это Тверь и Калининский район. Соответственно, сделан еще один шаг по реализации этих планов. И все-таки до сих пор непонятно, а что будет с маршрутами такси. Останутся они, не останутся. Об этом мы сегодня и поговорим. Вы можете звонить по телефону 300-190. Что вы думаете по этому поводу? Нужно ли действительно Твери избавиться от маршруток? Нужно ли их оставить? Нужно как-то, может быть, реформировать? Как-то, чтобы 50 на 50 они работали с муниципальным или теперь уже областным общественным транспортом? Да, в Твере теперь не будет муниципального общественного транспорта, он будет областным. Что вы думаете по этому поводу? Звоните 300-190. А пока хочу представить гостя нашей студии. Это Владимир Густав, исполнительный директор некоммерческого партнерства Тверской автотранспортный союз. Добрый день. Добрый день. Владимир, ну скажите, мне вот интересно, вы все вот предпринимательский корпус, который занимается перевозками в сфере общественного транспорта, то есть вы занимаетесь пассажирскими перевозками. С вами как-то разговаривали, ребята, с такого-то числа вы сворачиваетесь. Ну, в принципе, таких разговоров ни о собрании, никаких не проводили. Ни с предпринимателями, ни, скажем так, ни с инвесторами, которые готовы вложиться в транспортную сферу, приобрести новые автобусы, как-то участвовать в организации общественного транспорта в Твери и Калининском районе. Таких собраний не проводили. За все это время ни разу, ведь давно уже разговор идет, давно уже муховик раскручивается. Вот в июле месяце было вывешено на сайте госуслуг проект постановления, мы с вами как-то обсуждали на предыдущих встречах, проект постановления о том, что изменяется маршрутная сеть, изменяется виды перевозок. Виды перевозок изменения подразумевают под собой, прежде всего, изменение практики установления тарифа. Если сейчас тариф устанавливается непосредственно самими перевозчиками, РЭК уже давно не регулирует это? РЭК не регулирует, то планируется с февраля месяца этот вопрос как бы отнести как раз к полномочиям РЭКа и сделать все маршруты по регулируемым тарифам. То есть опять вернуться к прежнему? В обсуждении вот этого проекта необходимо отметить, что должна была быть созвана согласительная комиссия, если есть замечания от предпринимателей, есть замечания от жителей к данному проекту. Вот такая, так сказать, согласительная комиссия, я бы ее так не назвал, за два часа обзвонили всех из Министерства транспорта, кто подал замечание, и пригласили на встречу с заместителем министра транспорта Тверской области, с Верхоглядовым Сергеем Вячеславовичем. Ну, там пришли, я пришел, пришел один, два предпринимателя пришли из почти десятка. То есть вот такая встреча была. Было обсуждение, было обсуждение замечаний. Но, как большинство замечаний, приняты не были. На данный момент сейчас у нас в Тверском областном суде находятся на рассмотрении судебные дела по искам предпринимателей транспортных предприятий. В чем суть этих исков? Суть этих исков заключается в том, что правительство Тверской области незаконно издало постановление, документ планирования, который нарушает их права и интересы. Права и интересы предпринимателей транспортных предприятий. А вот расшифруйте, какие права и интересы нарушают? Значит, у нас администрация города Твери проводила недавно конкурс. В прошлом году провела конкурсы. Победители по данным конкурсам обязались приобрести новые автобусы, и большинство приобрело эти новые автобусы. То есть за счет лизинговых операций, за счет получения кредитов взяли на себя не только обязательства по приобретению оборудования автобусов речевыми информаторами, наглядными табличками, электронными таблицами. То есть должны были потратиться достаточно большие суммы денег. А вот для понимания телезрителей, сколько автобусов, порядок цифр хотя бы? Один автобус, ну вот возьмем МАЗ, он стоит порядка 6,5 миллионов рублей. Это вот эти автобусы средней вместимости, не типа, как мы все говорим, «Газели». Ну, представляете, что это такое, а вот МАЗ, который побольше уже. Да, даже типа «Газели», они большинство предпринимателей приобретают «Мерседес», потому что «Газелей» российского производства, вместимость, которая больше 20 мест, их нет. Так же вот эти «Газели Некст», которых мы видим все больше на улице города, они такое не делают, что ли? Нет, они делают, но конкурсная документация подразумевала под собой вместимость больше, чем «Газели Некст». Да, чем больше предлагается. Даже вот эти автобусы «Мерседес», «Пежо», «Ситроен», «Форд», они стоят порядка 2,5 миллионов рублей. Дооборудовать дополнительным оборудованием, извините за тавтологию, тоже порядка 200-300 тысяч рублей. Победитель по конкурсу получил право на 5 лет обслуживать данный маршрут. 5 лет? 5 лет. А конкурс был всего лишь? Ну, почти год назад. Год-два. Все равно, короче, 5 лет, что далеко не прошло. Прошло 8, да. Сейчас предлагается, что, ребята, мы меняем вид регулярных перевозок, то есть и у нас, и у правительства Тверской области, в лице Министерства транспорта, получается право на проведение аукционов, конкурсов, то есть на определение нового перевозчика. А как же договор же? Который дороже денег, что называется. Ведь люди, опять, правильно сказать, люди вложились... Все это законно обосновывают. Ну как, может быть, я с вами заключил договор, а потом вдруг извините? Ну вот, это и оспаривают перевозчики. Город-администрации, опять-таки, что, даже с ними не встретились, с перевозчиками? Город-администрация... С ней же договор-то была. Город-администрация же конкурс проводила. Как такового договора нет. Ну, конкурс, ведь это есть сам себе договор, по сути. Ну, это соглашение, грубо говоря, соглашение на определенных условиях, да. То есть выдают свидетельство и карту маршрута. Все. Это не договор. Ну, не совсем договор. Я понимаю, но свидетельство на пять лет. Соответственно, вот я документ, с которым я еще могу четыре года ввозить. Документ есть? Есть. Печать есть? Есть. Опись есть? Есть. Ну, нашли, вот я так считаю, что нашли какой-то законный выход на основе закона федерального, который регламентирует деятельность перевозчиков, деятельность по организации транспортного обслуживания. Один из выходов, как бы обойти это, нужно передать из администрации города Твери, допустим, в управление Министерству транспорта Тверской области. То есть из муниципалитета в область. Что у нас, по сути дела, сейчас и делается. Затем принимаются определенные нормативно-правовые акты, законы, постановления. И получается, что перевозчики уже как бы по конкурсу и не нужны. Будем проводить что-то другое. Будем определять и вводить нового перевозчика. Какого, сейчас еще пока непонятно. Все перевозчики были уведомлены Министерством транспорта о том, что не ранее, чем с 3 февраля, вы нам не нужны. То есть все-таки хоть в чем-то уведомили. Да, уведомили. Не ранее 3 февраля вы нам не нужны. Слово такое вот, не ранее. Когда? То есть 4 февраля, что будет? Не ранее сего момента должна выйти реклама. Поэтому, дорогие телезрители, реклама. Буквально несколько минут. Не переключаясь и ждем ваших вопросов по поводу того, что вы думаете, что надо делать с маршрутами такси в областном центре. Упразднять, оставлять или еще что-то другое. Реклама. Так мы снова в эфире. Это программа тема дня. Мы обсуждаем судьбу маршрутных такси. Зубь всему, им всего лишь несколько месяцев осталось колесить по улицам областного центра и по дорогам Калининского района. А дальше, что с ним будет неизвестно. По крайней мере, Владимир Густав у нас сегодня в гостях. Это исполнительный директор некоммерческого партнерства Тверской автотранспортной союз. Владимир Густав тоже пока не очень понимает, что дальше будет. А мне все-таки интересно, автобусы, которые куплены, они хоть на сколько-то отработали, отбили вложенные деньги? А может даже полностью. То есть, может быть, инициаторы вот этих нововведений скажут, вы уже отработали, вы уже все эти деньги вложенные, которые заработали еще и с прибылью. Сколько обычно микроавтобусы отрабатывают? Экономика и математика – это вещь достаточно точная. Есть правила бухгалтерского учета, которые гласят о том, что срок эксплуатации и амортизации таких транспортных средств составляет не менее пяти лет. То есть, предприниматель бы отбил вложенные деньги только вот еще четыре года надо, по идее, кататься тем, кто в том году конкурс выбрал? По идее, предприниматель, любое коммерческое предприятие должно заработать на этом прибыль. Я так полагаю, что, ну я не экономист, я полагаю, что четыре года транспортные средства, приобретенные, отбивают вложенные деньги, а один год оно как раз зарабатывает. Да, зарабатывает, да. По идее, получается, что необходимо отработать еще три года. Тем, кто купил в том году новый автобус. Понятно, ведь не у всех же новый. Да. Кто-то купил и два года назад, и три, и четыре, и пять лет назад. Поэтому предприниматели, вот права, они считают, что не только как бы нарушены их права по поводу того, что они должны обслуживать маршруты до окончания срока действия свидетельств и карты. Это у кого-то 21 год, у кого-то 22, у кого-то 23 год. Но и с экономической точки зрения они должны погасить кредиты, лизинговые платежи своевременно платить. То есть, ну вот как-то так. Им ничего конкретного не обещают. Самое досадно обидное в этой ситуации, я считаю, что данные предприниматели ни копейки денег из бюджета никогда не просили. То, что какие условия им власть по конкурсу выставляла, да, они хотели заниматься данным бизнесом. И для этого они предлагали от себя самые лучшие обязательства. Сказала бы, допустим, администрация города Твери, что нужны не автобусы типа «Газели», да, будем так называть, да, маршрутки, да. У нас маршрутки связываются с автобусами малой вместимости. Но это все общественный транспорт. Все общественный транспорт. И если власть сказала, что по этому маршруту, ребята, через год должны пойти автобусы большой вместимости. Вот такие конкурсные условия. Беретесь, участвуйте в конкурсе, побеждайте, исполняйте условия конкурса. А потянули бы? Да я думаю, что да. Сколько такой автобус стоит? Ну, он стоит подороже, конечно, средней вместимости. Но он, по сути дела, по всем показателям, где-то 8-9 миллионов. Но при этом на маршрут будет задействовано меньшее количество автобусов. То есть, если, допустим, средней вместимости необходимо поставить 30 автобусов, то большой вместимости 20 автобусов. А частота? Интервал увеличится. Интервал увеличится. Если сейчас автобусы малой и средней вместимости ходят 4-5 минут, то... Ну, разные, не все. Да, да, да. Есть, которые больше 10 минут интервал. Да, есть 10-15, то вот большой вместимость будет как раз 10-15, предполагается, да. Но это нормально. Самое главное, чтобы они ходили с соблюдением данного интервала. Как вы думаете, что теперь остается делать все-таки с автобусами, тем, кто купил их, что их можно продать куда-то, я не знаю, или как? Ну, я так думаю, что предприниматели должны рассматривать эти варианты и из других городов. Насколько я знаю, те автобусы, которые раньше эксплуатировали, и приходилось в связи с проведением конкурсов постоянно обновлять подвижной состав... Потому что требования менялись. Да, требования менялись, и к победителям требования... Если хочешь победить по конкурсу, ты должен поставить самые новые автобусы. Срок эксплуатации не менее одного года. Бывушные здесь ни разу не проходили по конкурсу. То предприниматели транспортной организации из других городов, даже с других регионов, с Урала приезжали и приобретали у нас эти автобусы. Я думаю, что реализуют. То есть, по крайней мере, они не будут у них ржаветь где-то, грубо говоря, во дворе дома? Ну, это не областное предприятие, Тверь Автотранс, у которого десятки автобусов стояли годами на стоянке, ржавели. И не муниципальные предприятия. Здесь каждый предприниматель и коммерческое предприятие относится к своей доходности достаточно щепетильно. А муниципальные и областные предприятия, ну, не мое. Ну, правильно. Это как в советское время, к сожалению, так было. Бесхозяйственность, понял, был такой термин. Есть такая бесхозяйственность, да. Я думаю, что 4 февраля все-таки у нас не будет такого категоричной остановки общественного транспорта. Я хотел спросить, скажите, а если в целом, по вашим данным, сколько человек могут пострадать таким образом? Сколько человек лишатся таким образом работы? Значит, на данный момент... Это не только непосредственно хозяева, правильно? Речь не только об этом идет. Конечно, конечно. У нас высшее руководство страны постоянно говорит о том, что необходимо создавать новые места, дополнительные места. Развивать малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес развивать. И вот этот малый и средний бизнес индивидуальные предприниматели не только сами себя заняли, но и предоставили рабочие места порядка около 2,5-3 тысяч рабочих мест. Это не только водители, это диспетчеры, механики, ремонтники, слесаря. Ну, вот всевозможно сопутствующие. Но я бы сказал бы то, что... Это, по сути, как есть закрыть одновременно завод какой-то. То, что у нас ежегодное обновление подвижного состава. Если бы все шло как предусмотрено конкурсными процедурами, то есть к концу года часть предпринимателей и коммерческих транспортных предприятий должно на обновление подвижного состава потратить порядка миллиарда рублей. А это рабочие места как раз на заводах автопроизводителей. То есть, лишая работы здесь, на региональном уровне, мы лишаем работы в других регионах. Да, запчасти, непосредственно автозаводы, которые выпускают. Тут такая цепочка большая, оказывается. То есть, пострадают не только те, кто осуществляет перевозки по Твери. Ведь, опять говоря, Тверская агломерация. То есть, получается, пострадают, опять-таки, не только перевозчики, но и пассажиры, которые ездят за пределы областного центра. Ведь сейчас, знаете, на самом деле у людей много претензий к, опять-таки, скажем так, государственным перевозчикам, которые говорят, что зачастую они в области в те или иные районы не возят. Я бы так категорично про Калининский район не говорил бы. Почему? Потому что надо отличать ближний пригород и дальний пригород. Вот у нас есть ближний пригород, это, допустим, 208-й, 204-й, 205-й, который выезжает за границы города. Ну, не выезжать формально. Ну, 208-й, вы же знаете, СНТ светлый. Ну, это вот... Ну, вот я и говорю. Это понятно. Это ближний пригород, это 200-500 метров, километров. Я не про этих, это понятно, да. А тот, который пригород, у нас как бы дальний, дальний пригород... Калининский район не так уж маленький все-таки. Да, до 50 километров это пригородный маршрут считается. В принципе, в Министерстве транспорта он достаточно хорошо организован. И там, по сути дела, ничего менять не надо и не планируется. Там аукционы проводились, там регулируемый тариф, там предусмотрены субсидии, там деньги из бюджета выделялись давным-давно. Грубо говоря, закон 220-й был принят в 2015 году. В 2016 году, 11 января, он вступил в законную силу. Вот с этого момента Министерство транспорта Тверской области достаточно хорошо организовало пригородное обслуживание. Есть недочеты такого технического организационного плана. Какие недочеты? Прежде всего, это отсутствие учета мнений самих пассажиров и жителей. То есть, необходимо, допустим, в какой-нибудь населенный пункт не один-два рейса, а три-четыре рейса. Вот, к примеру, есть такой автобус до Даниловского, просто я на нем как-то иной раз до своей фазы НД езжу. Но, знаете, он ходит утром, в обед и вечером. Ни то, ни другое, ни третье неудобно. Ну, понимаете, ну что это такое? Либо ты в 8 утра успел, либо, если не успел на 8 утра, соответственно, ты только в обед, а что такое приехать на дачу в обед, по факту, после обеда. Туда-сюда уже и что делать не успеешь. Уже и обратно возвращаться. Ну что же, если ты не успеешь на 8 часов вечера, ну, ну, до свидания. Понимаете, неужели почаще нельзя? Ну, вот так сделано. Так что, знаете, не так уж они часто ходят. Вот в этом плане качество, мы все время говорим о качестве как-то опосредственно. Там, вот старые автобусы, вот что видим, старые автобусы, а больше мы ни о чем не говорим. В чем заключается повышение качества? Прежде всего, в учете мнения пассажиров населения. Если, допустим, вместо трех рейсов, тот же Даниловская, будет ходить 4-5 рейсов, это повышение качества. Конечно. Если вместо автобуса малой вместимости или средней вместимости, в которой люди набиваются, как бочка в селедку, будет ходить автобус большой вместимости, где люди спокойно сядут, поставят свои баулы, это повышение качества. Например, это все с баулами, как правило, ездят. Что деревенские, наоборот, в город с какими-то покупками, что городские, соответственно, на дачу, это нужно рюкзак продовольствия, то-се там и так далее, рассада. Это повышение качества. Если, допустим, вот мы по расписанию поговорили, Если, допустим, в автобусе будут оборудованы места для колясок или еще что-то, для лиц с ограниченными возможностями. Для инвалидов в том числе, да. Для инвалидов, да. Это повышение качества. Что здесь нужно сделать, на мой взгляд? Прежде всего, провести обследование пассажиропотока. Да, где вас требованы. Общественное мнение нужно провести. И это одна из главных задач у нас власти, уполномоченных органов. Но этого, к сожалению, в последние годы не делается. Ни в Твери, ни в Калининском районе, ни в целом по области. На ваш взгляд, может быть какой-то компромиссный вариант? Что вы имеете? Ну, пусть появляется новый перевозчик. Да, но все-таки маршрут, допустим, где-то оставить. Потому что ведь тоже сколько разговоров идет. И когда сейчас вот новую схему где-то опубликуют, ну, тоже наметками. Создаю впечатление, что опять-таки транспорт будет ходить только по магистральным улицам. Областной центр, если брать Тверь. А вот куда-нибудь такие улицы, типа, я не знаю, там Фадеевы и так далее, дальше придется пешком идти людям. И, может быть, там и стоит оставить маршрутки тогда, вот как раз вот эти МАЗы, условные Газели. Вот как раз я и говорю о том, что для того, чтобы кардинально что-то менять, пока информация о том, что маршрутная сеть кардинально изменится, у меня такой нет. О том, что изменится... А какая у вас информация? Расскажите телезрителям. По вашим данным, оперативным, говоря военным языком. Значит, когда мы обсуждали проект постановления документа планирования, который был принят правительством Тверской области, в проекте было предусмотрено действительно закрытие части маршрутов. Части? Части, да. Не всех под нож? Ну, много. В общем, много. Но постановления, которые утвердили, закрытие маршрутов, как таковых, не предусматривается. То есть, маршрутная сеть кардинально вроде бы не меняется. Как в том фильме? Ну, чтобы он вел, он тоже меня не уводил? Ну, вот проект был один, а постановление совсем другое. Посидели, подумали, что закрывать, наверное, нецелесообразно. Нарушается транспортная доступность, ухудшается качество. У нас везде и всюду говорят, мы повышаем качество. А когда закрывают маршрут, это качество совсем не улучшает. Конечно. Малой вместимости их, как таковых, почти не будет. Останутся там, я не знаю, может быть, на одном, может быть, на двух маршрутах. А что такое автобусы большой и средней вместимости? Это значит, не по всем дорогам они могут проехать, не по всем улочкам могут проехать. Соответственно... Типа транспортного средства потребуются изменения и маршрутной сети. Вот это все взаимосвязано. Это просто логически исходить. Информации об изменении маршрутной сети, да, действительно нет. А вот если логично порассуждать, и с требованием безопасности дорожного движения потребуются изменения и маршрутной сети. Либо меняем дорожную сеть. Дороги, дороги расширяем. Здесь не Москва. Дороги расширяем, да. Там уже в частном секторе, там зачастую, там же, вы помните, там плотно все, там расширять, как правило, и нет. Там рядом уже сады, заборы, сгороды. Да, там забор, там тротуаров зачастую нет. Так что, будет изменена маршрутная сеть? Не будет. Останутся наши перевозчики, либо будет единый оператор, и зайдут кто-то другой. Сейчас сказать невозможно. Не понятно, чего... Получается, по вашим данным, не будет возвращения, как сейчас некоторые подумали, в советское время, когда был тоже единый оператор. Ну, на случай, городское предприятие, ПТП, да. То есть, соответственно, были только большие автобусы, типа Икарус, помните все, ну и, соответственно, трамваи и троллейбусы. То есть, вот такого не будет уже возвращения просто в советское прошлое. Я не вижу ничего плохого в этом. Ничего плохого в этом не вижу, если мы к этому возвратимся. Но я думаю, что все-таки же должен быть симбиоз. Мы живем... На ваш взгляд. Да. Живем в 21 веке. Если взять наше советское прошлое, я по своему роду деятельность, как юрист, читал нормативно-правовые акты, анализировал, которые в Советском Союзе. Там достаточно все было оптимально и продумано. Если на маршруте, да, в час пик, значит, не все пассажиры могут уехать, то добавлялся еще один автобус. Не обязательно большой вместимости можно добавлять на маршрут. Ну, возьмем, допустим, вот такой магистральный маршрут номер 20. Он идет через весь город. Допустим, в Мегалове подъезжает автобус 20 муниципального предприятия. И следом подъезжает типа Газель, Мерседес, вместимостью 20 человек. Кто хочет на автобусе малой вместимости, кто хочет на автобусе большой вместимости. Но главная задача... А цена какая, на ваш взгляд, должна быть? Ну, цена может быть... За одинаковый 21 рубль или... Цена может быть как одинаковая, так и разница. Ну, за качество, если там в маршрутке малой вместимости люди только будут на сидячих местах, я считаю, что цена должна быть выше. А если не только, как показывает практика? А транспортные средства позволяют, чтобы были и стоячие пассажиры. Но я считаю, что маршрутки, как они планировались, там должны быть только сидячие места. Как оно было в советское время. Да, в советское время... За 20 копеечек-то. Кстати, Райнцева тоже сейчас любят, говорят, что маршрутка... А ведь тогда разница была в 4 раза. Да. В 4 вот-то в думу... Рафики тогда были. Это как... Да, рафики были, единственный наш микроавтобус советский. Это как сейчас, допустим, 21 рубль и 84. А с трамваем так вообще в 6 раз. С трамваями, да, 3 копейки стоило трамвая. И никто, кстати, тогда, помните, особо не возмущался. Садились в эту маршрутку. У нас как раз тоже Мигалово, я помню, она проезжала. И сразу не появились. 20 копеек. Это немало, впрочем. Главная цель, цель от всех транспортных предприятий, вывести пассажира. Вот, допустим, из начального пункта Мигалова вывести всех пассажиров. Каким транспортом? Это уже второй момент. И задачи власти, они так в законе определены, что организовать транспортное обслуживание, доступную транспортную среду для всех жителей. Доступность транспорта, она определяется, очень имеет большое социальное значение. Почему? Потому что транспортная доступность, она заключается в доступности объектов медицинского характера, социального характера, культурного характера. И не только в Твери. Это нужно делать и по области. У нас во главу угла должен стоять человек. Человек, которому мы должны обеспечить все те социальные блага, которые у нас должно гарантировано государству. Скажите, а если бы действительно все-таки власти, а вдруг, кстати, пойдут на компромисс, но дополнительные требования предъявят? Ну, к примеру, вы тоже видите, знаете, у населения большие претензии к качеству водительского состава маршруток. Ну, просто говоря, слишком много за рулем сидит жителей совсем не нашей большой России. Даже откровенно люди видны, что из Средней Азии и качество вождения соответствующее. Если, допустим, они тогда власти скажут только, чтобы только были граждане России, пойдут на это, смогут. Ведь не секрет, что предприниматели этим занимаются, потому что Азиату-то платить можно меньше. А не потому, что они так любят уроженцы, не знаю, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и так далее. Согласитесь, из-за этого соответственно. Не факт. А почему тогда? Чем можно объяснить? Какой логикой? Ну, во-первых, водители, так сказать, азиатской внешности, да, многие уже из них имеют российское гражданство. Манера вождения никто, не российская. Сейчас манера вождения. Значит, российское гражданство, российские водительские удостоверения. А жители Киргизии, они входят в союзное государство, да, и так же, как белорусы, казахи, киргизы, армяне. И россияне пользуются все теми же правами. Чем пользуются и руководителям маршрутных, соответственно, фирм. Закон позволяет. Закон позволяет. Другой вопрос, это вот действительно качество вождения. А его нет. Соответственно, качество или уровень понимания правил дорожного движения. Это же претензии большие у пассажиров тоже к коммерческому транспорту. Претензии большие к коммерческому транспорту, а я бы сказал бы по-другому. Здесь претензии должны быть совместно. Не только предпринимателям, которые принимают на работу, согласно документам. У нас по трудовому кодексу водитель приходит, он приносит определенный перечень документов. Водительское удостоверение установленного бороста, медицинскую справку, паспорт и прочие документы, перечень которых ограничен. Он как учился, где учился на права, где сдавал, он не вправе проверять. И оценку только дается тогда, когда он посадил его за роль. Поэтому здесь необходима как бы совместная работа ГИБДД, власти и предпринимателей, и руководителей транспортных предприятий. То есть, может... Сейчас перебью, у нас звоночек показывает. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, а вот Сахарова отменят маршрутки 35-19? Скажите, а это много так вот беспокойств, на ваш взгляд, людей по поводу этой маршрутки? Много. Вообще, востребован маршрут, насколько он заполнен? Ну, заполнен хорошо маршрут и 19-й, и 35-й. А у вас сейчас есть какие-то претензии к качеству перевозок или как? Или вы довольны? Вы знаете, утром очень сложно уехать, начиная с 6 часов утра, потому что рабочий день начинается с 7 утра, и вот утром 36-й автобус не ходит совершенно. Муниципальный? Да. И приходится ехать на 19-й маршрутке, опять же, с пересадкой. А она битком, да? Ну, не битком, просто... Ну, вы сказали, сложно уехать. В каком плане? Редко ходят или слишком много народу все-таки? То есть, на ваш взгляд, что нужно? Еще больше добавить подвижного состава? Редко ходят, и так как теперь рабочие дни у нас, получается, и суббота, и воскресенье, вот особенно в выходные дни, очень трудно уехать утром из Сахара в город. Хорошо, спасибо. Владимир, есть у вас какая-то информация по этим маршрутам? Да, по этим маршрутам также планируется изменение вида регулярных перевозок, то есть, изменение тарифа с нерегулируемым на регулируемым. А это значит, что планируется проведение дополнительных аукционов, где будет определен перевозчик. А что, повысится проезд? Потому что, телезритель смотрит, и просто можно попроще. То есть, что, останутся маршрутки эти? Маршрут останется вот этот? Маршрут должен остаться. А цена? А цена, вопрос интересный. Потому что устанавливает РЭК. Теперь опять? Будет, будет устанавливать РЭК, а, значит, должны подать экономическое обоснование. Ну, они вот подадут там 40 рублей, к примеру. Ну, у нас еще даже аукционы не проводят. Ну, 40 рублей, значит, если установят 40 рублей, значит, 40 рублей. Будет заключен государственный контракт с тем перевозчиком, который победит на аукционе. Какой тариф будет, трудно предсказать. Я слышал, что подорожает проезд. Вы ничего такого не слышали? Ну, я предполагаю, опять же, будем логически рассуждать о том, что топливо у нас с 1 октября тоже акцизы добавили, все дорожает. Жизнь вообще просто тоже дорожает. Я так предполагаю, что повышение тарифа, оно будет однозначно будет. Когда, в каких пределах, я затрудняюсь сказать. Почему? Потому что в течение данного года перевозчики, исходя из своих, наверное, экономических интересов, то повышали, то понижали. Да, сначала что-то пошло вроде 27-30, но сейчас я почти издевишь 25. Да, скажем так, это их право. Они вправе менять. Закон им позволяет устанавливать те тарифы, которые они считают нужными. Я так полагаю, что те изменения, когда то повышали, то изменяли, все перевозчики говорят, что в городе летом это самый мертвый сезон. Ну, конечно. Все на каникулах, и это приходилось повышать. А сейчас, если повышение будет, то это все связано с теми объективными условиями, которые влияют на цену, размер их затрат. Опять же, я говорю, топливо, цена топлива, цена запчастей. Как ни странно, курс доллара на это очень сильно влияет, и евро. Если он там скачет, то повышается стоимость запчастей, комплектующих. При том, при всем, когда понижается, к сожалению, цена на запчасти тоже не понижается. А вы не интересовались вообще, есть какая-то практика других городов, тоже областных центров, которые так перешли на некого такого единого оператора? Что там было? Значит, есть, ну, прежде всего, будем говорить о Москве, да. Москва перешла на единого оператора. И что там произошло? Там перевозчики все, большинство перевозчиков убрали. Закрылись они именно? Ушли с рынка? Они ушли с рынка, там, в Московскую область ушли, кто ушел в другие регионы, кто распродал, кто прекратил. Но Москва чем, как бы, сравнение маленечко некорректно, там денег много. Да, Москва это Москва, а другие есть подвижные. Там обновление подвижного состава. К этому идет Ярославль идет. Тоже, как у нас сказали, что будет единый оператор. К этому идет Ярославль, да. Но вот информация такая, что идут маленечко другим путем. Каким? Действительно, проводят аукционы, заключают контракты. Но по данному контракту выручка с дороги, с маршрута, она остается у перевозчика. У нас пошли маленечко другим путем. Вот выручка, которую получают за смену, она сдается в бюджет. Потом, через месяц, при отсутствии штрафных санкций, нарушений, замечаний со стороны заказчика, через месяц будет выплачена часть субсидий, которая предусмотрена государственным контрактом. Если найдут замечания, нарушения, штрафные санкции достаточно большие. И вот, исходя из той практики, которая складывалась на межмуниципальных маршрутов, допустим, в месяц должны транспортному предприятию выплатить порядка 500 тысяч, но за три срыва рейсов по 170 тысяч ему штрафа. То есть, вы сказать, не будет вот этого, что когда, как сейчас, тоже бывает, с рейса уходят? Сложно предположить, что будет, да. Но, исходя из этого, на что будет работать, на что будет выпускать транспортные средства, на что будет покупать топливо, чем будет платить заработную плату. То есть, сейчас на бумаге все хорошо. Все хорошо на бумаге, но забыли про овраги. Очень сложно предположить при отсутствии информации, при отсутствии контакта, диалога со стороны власти. То есть, что будет 4 февраля? Не сложно предположить. Мы все помним, как получилось в начале этого года с вывозкой мусора. Когда сказали, что все будет хорошо, а потом выяснилось, что у этого некого нового единого оператора, Тверь спецавтохозяйства, который ЦАХ называют, выяснилось, что у них совсем не хватает мусоровозов. И в итоге они обратились за помощью к тем же, кого, по идее, вытеснили с рынка, как раз к частникам. Вот у меня в этой связи, знаете, опасение. Не получится ли снова так, что мы какого-то там, 4-го, не важно, 5-го февраля выйдем на улицу, выяснять, что автобусов-то раз-два допчелся, что опять не хватает, и опять кинуться к частникам, помогите, спасите, не справляясь с пассажиропотоком. Как вы думаете, вот было, проходили мы все это уже, не так давно при чем? Такое нельзя исключать, что 4-го февраля, по идее, что должен сделать те перевозчики, законопослушные, им сказали, ребята, с 4-го февраля у вас, по сути дела, свидетельства и карты маршрута прекращены. У нас есть автодорожный надзор управления, вернее, отдел, у нас сейчас отдел автодорожного надзора по Тверской области, Центрального управления, Государственного дорожного надзора. Что должны сделать сотрудники? Они же о безопасности, они о собрании лицензионных требований, они должны выйти в город и проверить всех перевозчиков. Свидетельств нет, карт маршрута нет. Получите и распишитесь по 300 тысяч за нарушение. Если кто-то выйдет все-таки на маршруты. Да, если кто-то выйдет. Действуют свидетельства ли карт на маршруты в этот период? Ну, по сути дела, их уведомили. И, соответственно, что, на ваш взгляд, может произойти? Хорошо, все как честные. Должен быть, по идее, транспортный коллапс. Как был мусор на нас коллапс. Да. Но предполагается, что проведут аукционы, будут определены перевозчики по маршрутам, которые выиграли аукцион. С ними будут заключены государственные контракты. И они должны выйти с 4 февраля. Тем количеством автобусов, которое предусмотрено контрактом. Хватит того количества, на ваш взгляд? Планируется. Ну, если нам обещали, жителям Твери, я ни индивидуального предпринимателя и личного транспорта не имею, я пассажир. То есть, и мне тоже обещают, что с 4 февраля у нас будут автобусы большой вместимости, либо там средней вместимости, новые. От перевозчиков. Новых перевозчиков. У нас заводы-производители автобусов в год могут произвести 120-150 автобусов. А нам нужно порядка 300. Но, опять же, логично рассуждая, мы 4 февраля можем остаться без всего. Либо будут победители по аукциону брать на суп подряд. Но, по сути дела, что поменяется в этом случае? Да ничего. Изменился просто титульный владелец, титульный перевозчик. Так спрашивается, а зачем тогда все было это городить? Ну, это как опять-таки с мусором. Знаете, меня лично моя компания, которую вывозила, вполне устраивала. У них современный был мусоровоз такой импортный, классный. Они в определенное время всегда приезжают, каждый день. Я как почесал, что я знаю, когда они увозили мусор. Увозили, точнее. То есть, я не очень понял, зачем все это нужно было. Ну, с мусором еще более-менее понятно. Почему? Потому что там федеральные требования. Все регионы должны перейти. А здесь-то федеральных требований нет. Это идеи, возникшие у нас здесь, местные. Это тверские идеи. Ну, как ссылаются на опыт Москвы-то уже? Ну, опять же, мы с вами уже говорили о том, что у нас дорожные условия не те, как по Москве. В столице частного сектора нет. Денег у нас не так, как в Москве. Совсем не так. Если предполагается выделение на всю эту реформу ежегодно 3,5 миллиарда рублей, а это 10% от областного бюджета, к слову-то, и при этом ничего не изменится, кроме как титульный перевозчик, зачем 3,5 миллиарда? Когда нынешние перевозчики ни копейки денег из бюджета не просят. Ну что ж, посмотрим, дорогие телезрители, наша программа подходит к концу. Мы сегодня обсуждали перспективы общественного транспорта, конкретно, если говорить, маршруток, что с ними будет с февраля, когда у нас в областном центре заработает единый оператор. Посмотрим, мы к этой теме, конечно, еще вернемся, потому что февраль, как зима, близко, все ближе и ближе, и всем нам, конечно, очень интересно, на чем будем ездить, начиная с февраля. То ли на маршрутке, то ли на автобусе, а то ли на автобусе 11 номера, как говорили раньше, то бишь, просто говоря, пешком пойдем на работу. Посмотрим. У нас был в гостях Владимир Густав, председатель некоммерческого партнерства Тверской автотранспортсоюз. Большое спасибо, что пришли на эфир. Спасибо вам. Спасибо, до свидания.